Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Канал, на котором иногда выходят почти что детективы, да такие, в которых сам Шерлок Холмс сломал бы ногу. Ведь в этом матче удары прилетают даже самым прирожденным защитникам. Ну а конец всегда один. Рассказанная история шокирует их не хуже нокаута. А меня зовут Богатейший Ди, самое время начать. Не забудь поставить лайк. Давайте наберем 3000 лайков. Ребята, я хочу сказать вам честно и прямо, ваша активность это то, что заставляет тугодумную машину Ютуба замечать видеоролик и рекомендовать его новым пользователям. А чем больше пользователей видят биткоин, тем больше простора для его популяризации. И тем скорее я наберу 100 тысяч подписчиков, чего уж таить. Очень сильно хочется. Столько видосов уже наснимал. Большое спасибо за вашу активность. Это помогает нам расти, а вам быть частью нашего богатейшего сообщества. И с вашего разрешения я скажу, что спонсором данного видео является мой мониторинг обменников. ExchangeSumo.com ExchangeSumo.com это большой выбор криптовалют и традиционных валют для обмена. Выбирайте обменник и меняйте. Ссылка будет в описании. Сегодня я приготовил для вас контент, который на других каналах навряд ли получится найти. Нечто, что может быть найдено только в темных закоулках криптовселенной. Речь идет о самом секретном собрании, связанном с биткоином и криптовалютой. Нечто похожее на Бильдербергский клуб среди элиты в криптовалютном пространстве. И это происходит ежегодно. На таких тайных встречах верхушка криптомира обсуждает свои зловещие планы. Это называется Круглый Стол Сатоши. Участники такого стола носят гордое название. Рыцари Круглого Стола Сатоши. У них даже есть веб-сайт для такого события. Это все-таки современные рыцари. satoshiroundtable.org Я, наверное, ссылку в описании оставлю. И такие встречи продолжаются уже на протяжении 6 лет. Следующая такая произойдет с 7 по 10 февраля, где-то в Северной Америке. Как можно прочесть ниже события инклюзивно и приватно. Фактически это закрытые заседания, на котором малая группа людей обсуждают конкретные аспекты и поднимают тематические вопросы. Но самое интересное в этом предложении словосочетание site discussion. Site discussion, дословно параллельное обсуждение. Это означает, что кроме главного обсуждения проводится также и отдельное. Например, во время встречи два участника обсуждения решают обсудить между собой другую тему, которая не является главной темой встречи. А это, ребята, очень важное словосочетание, дающее нам понимание, что в элите криптовалюта уже стала неотъемлемой частью финансового мира. Ведь элита уже встречается и обсуждает, как развивать то, что нам известно как децентрализация. Я уверен, каждый из вас слышал о бильдербергских собраниях в рамках бильдербергского клуба. Фактически это закрытые встречи глобальных лидеров, самых богатых и влиятельных людей планеты. Некоторые люди называют это тайные собрания, направленные на раздел мира. Эта группа мировых лидеров фактически контролирует всё, что есть на Западе. Корпорации, банки, фиктивные компании, юристы и так далее. Всё это вместе создаёт взаимосвязанную сеть. Закрытые заседания происходят на протяжении трёх дней, каждый год. Так же, как и круглый стол Сатоши, бильдерберг имеет свой веб-сайт, где мы можем найти следующую информацию. Каждый год около 130 политических лидеров и экспертов из отраслей индустрии, финансов, рынка занятости, науки и медиа приглашаются на эту встречу. Давайте вернёмся на веб-сайт круглого стола Сатоши. Мы видим, что на этой встрече ограничения куда более лояльны. 175 лидеров индустрии, а не 130. И события, так же как и бильдерберг, длится три дня. Что ж, очень похожие события, не так ли? Почитаем сайт Бильдерберга дальше. Встречи проводятся по правилам Четхэм Хаус. Это система для проведения дискуссий по спорным темам, названная в честь штаб-квартиры Королевского института международных отношений Великобритании. Это значит, что участники могут использовать полученную информацию, но ни личность, ни принадлежность спикера не вправе разглашать. Что ж, круглый стол Сатоши также имеет в приоритете конфиденциальность и безопасность. Никакой прессы, никаких средств массовой информации и никаких сцен. Все дискуссии ни в коем случае нельзя записывать. В 2016 году Гевин Андрессен участвовал в таком закрытом собрании круглого стола Сатоши. И он подтвердил, что все дискуссии проводились по правилам Четхэм Хаус. Однако он не утаил, что в 2016 году обсуждение ограничений по размеру блока доминировало на этом событии. Статья на сайте bitcoin.com также говорит, дискуссия круглого стола Сатоши учтиво придерживается правил Четхэм Хаус. Все эти факты делают очевидным то, что криптоиндустрия, которую можно назвать финансами 2.0, берет пример с традиционной финансовой системы. Поэтому создала свой собственный тайный клуб, чтобы контролировать криптомир. Давайте начнем с круглого стола Сатоши номер 1, который имел место в феврале 2015 года. Это было первое собрание. Для такого путешествия во времени мы используем веб-архив. Как мы видим, на то время ограничение количества участников составляло всего 50 человек, а не 175, как сегодня. Я подчеркну из этого списка самых важных, на мой взгляд. Джон Беттс, глава сети Noble Markets. Да-да, именно тот самый Noble Markets и Noble Bank. Джастин Блинка, финансовый директор CoinPult. Это та самая технокомпания, тесно связанная с тезером и криптокапиталом. Исходя из этого мини-расследования, мы делаем следующие выводы. Первое. Криптокапитал не застрахован и не лицензирован. В качестве банковских партнеров криптокапитала используются юридические лица, известные как преступники и мошенники. И второе. Криптокапитал предлагает услуги многим биржам. И криптокапитал является теми же людьми, которые стоят из-за CoinPult. Как мы видим, CoinPult не просто тесно связан со всем этим. Он окончательно в этом погряз. И самое интересное, что всем известный Роджер Вера оказывается очень хорошо разбирается в тезере с тех пор, как стал инвестором CoinPult. Даже несмотря на то, что сам лично это отрицает. Однако вернемся к Джастину. Оказалось, что он является лучшим другом человека под именем Эрик Вурхис. Я уверен, что вы знаете, кто это. Ведь сам Эрик и создал целый ютуб-канал пять лет назад, чтобы сказать, что Джастин был лучшим человеком, который был на свадьбе Вурхиса. Джастин Блинка из маленькой страны Панама был назван лучшим человеком на свадьбе Эрика в этом году. Интересно, а почему он скрывает дружбу с таким влиятельным человеком в криптопространстве? Это тема для отдельного видео. Двигаемся дальше. Куда же без Виталика Бутерина, который также был приглашен на первую тайную встречу круглого стола Сатоши? Вот вам пара фотографий. Виталику даже удалось поговорить с Броком Пирсом, биткоин-миллиардером на тот момент. В этом списке также должен был находиться Джаред Карти, очень ранний биткоин-инвестор. Его знали как Эл Кэброн на Биткоин Ток. Особенно известным он стал после того, как купил Ламборгини за биткоины в 2013 году. Однако уже в 2014-м, даже до проведения первого круглого стола Сатоши, его объявили с камером. Биткоин Ток даже повесил на него флажок с камера. Тем не менее, его все равно пригласили на тайную встречу. Странно, да? Зачем приглашать на такие мероприятия подозреваемых в мошенничестве людей? Риви Коллинз, глава Тезера, Тур Демистер, главный редактор Адамант Ресёч, Энтони Ди и Орио, сооснователь Эфириума, Брюс Фентон, сегодня один из создателей DC и Рейвен Коэн, и, конечно же, Чарли Ли, создатель Лайткоина. Также на мероприятие был приглашен Трейс Майер, один из самых ранних биткоин-инвесторов, которого многие знают. Но самым главным в этом списке на тот момент фактически единственным мостом между криптовселенной и финансовым миром был Мэтью Меллон. Вот его фотография в 2015 году. На групповом фото похоже, что он находится на самом заднем фоне, в солнцезащитных очках. Похоже, что именно он стоит также возле Виталика Бутерина, когда они слушали, что им скажет биткоин-миллиардер Брок Пирс. Кстати говоря, в 2018 году Мэтью Меллон, криптовалютный миллиардер, чей криптокапитал оценивался в 1 миллиард долларов, скончался. Очень страшно, ребята, осознавать, что это случилось всего спустя 3 года после первого круглого стола Сатоши, где он стоял сзади и улыбался, даже не зная, как мало ему оставалось жить. Ну да ладно, отфлёкся, давайте поговорим, что странного я узрел в этой странной компании, где Мэтью стоял рядом с Джоном Бэтсом, Виталиком Бутерином, Броком Пирсом и так далее. И при чём тут Noble Markets, Noble Bank и все остальные, о ком сегодня шла речь. Итак, вот как зарождались банковские взаимоотношения между B&E Mellon и Tether. B&E это банк Нью-Йорка. Noble Bank, Deltec Bank и Sequel Bank, все, кто работал с Tether и Bitfinex использовали один и тот же банк для кастодиальных целей. И это B&E Mellon. Это, просочившееся сквозь защиту сообщение, говорит нам о том, что, например, Deltec Bank открывал корреспондентский счёт именно в B&E Mellon. А значит, последний был банком-посредником. Также подтверждение этому можно найти в некоторых статьях. Как сообщает Bloomberg, биржевой оператор открыл счета в Noble Bank International, финансовом учреждении, базирующемся в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. В частности, Noble не хранит средства напрямую, вместо этого сотрудничая с B&E Mellon в качестве стороннего хранителя. Биржевой оператор, о котором идёт речь в этом абзаце, это Bitfinex. Ещё одна статья, подтверждающая связь B&E Mellon с третьим, оставшимся банком, Секвиль, очень интересная. Советую прочесть её полностью, а я вам покажу самое главное. Основным глобальным банком-хранителем Секвиль является CBC Mellon, принадлежащий в том числе и BNY Mellon, который также предоставлял кастодиальные услуги и Noble Bank. Правда, с которым потом перестали сотрудничать. Вот это совпадение, да? Все три банка работали через B&E Mellon. Вы ещё помните фотографию Мэтью из 2015 года? А это его фотография всего за несколько недель до его смерти. Удивительно, как всего лишь три года его так сильно состарили. Мэтью Мелон умер летом 2018-го. В том самом году, когда Noble Bank и другие банки, сотрудничающие с Тезером, разорвали отношения с кастодианами BNY Mellon. За месяц до смерти Мэтью вместе со своим другом Броком Пирсом они участвовали в портретной фотосессии Рэнди Коул. Детали смерти Мэтью Мелона на самом деле достаточно странные. Автор этой статьи, пообщавшись с семьёй Мэтью, пишет следующее о его смерти. Его семья находится в шоке. Он был трезвым в течение 88 дней и чувствовал себя прекрасно. Клиника настояла на его возвращении для осмотра, и он прилетел туда на своём частном самолёте. У него случился сердечный приступ после того, как он принял Аяуаску там. Однако, ребята, это был обман, так как на самом деле клиникой, в которую он прилетел, оказалась Клиаскай Айбоджейн. Исходя из названия, никакой Аяуаской там и не пахло. Зато практиковалась терапия на основе другого лечебного психоделика. Растение и бога. Кстати, это запрещенное растение в Соединённых Штатах Америки. Сама клиника опубликовала следующий твит. Мэтью Мелон запланировал приезд в клинику 16 апреля 2018 года. Но нам стало известно, что он умер у себя в отеле 16 числа, ещё до своего приезда к нам. Больше никаких комментариев относительно этой трагедии мы не имеем. Что-то здесь есть подозрительное. Реабилитационная клиника утверждает, что Мэтью вернулся для осмотра. Однако он умер ещё до того, как вернуться из-за сердечного приступа в отеле. Даже несмотря на то, что он был трезвым. А и богу почему-то заменили Аяуаской. Хотя её там даже не было. Да, у нас есть фотография Мэтью, сделанная за пару недель до этого, где он был трезвый. Также я нашёл и вот эту фотографию, сделанную 8 апреля, буквально за неделю до смерти. Где он написал «Вот всё сияет-то! Такой трезвый, такой счастливый». После его смерти среди друзей и родственников появились предположения, что его могли убить за его криптовалютный капитал. Сотни миллионов долларов, похоже, навсегда пропали. Мэтью всё говорил, что они уже идут за ним. Возможно, он был прав. И вот что странно, статья на медиа-ресурсе New York Times пишет следующее. Семья Меллана ожидает результатов вскрытия и токсикологических исследований, проводимых правительством Мексики. Да, вы правильно догадались, они ждали, но так и не дождались. По словам владельца похоронного бюро, тело Мэтью было доставлено из больницы для посмертного осмотра. Фернандо Диас из похоронной службы, у которого и брали интервью, по своим связям понял, что Меллан умер не от естественных причин. После вскрытия Меллана кремировали, а прах отправили семье в Америку. Никакой токсикологии никто не делал. Я ничего такого сказать не хочу, но детали очень странные. Как он спешил в Мексику, как он почему-то заселялся в отель, а не сразу в клинику и так далее. История, которую нам подали, крайне подозрительно и сомнительно. И вот что еще интересно. Нам известно, что после всех этих потерь со стороны B&I Меллан, BitFenix и Tether ушли от него к криптокапиталу. А теперь мы еще и знаем, что президент этого криптокапитала, Иван Мануэль Молина Ли, был арестован в Польше. Его обвинили в участии в международном наркокартеле и отмывании денег через биржу BitFenix и Tether. Затем в отчете о криптовалюте против отмывания денег за первый квартал 2019 года мы находим следующие выделенные строчки. Под китайскими сетями имеются в виду китайские подпольные банковские системы, которые возникли из-за строгого контроля страны вывоза денег гражданами за границу. Теперь кажется, что мексиканские картели, а также наркобанды в Европе и Австралии используют криптовалютных брокеров для отмывания денег. По приблизительным подсчетам, такой системой пользуется около 10 тысяч клиентов и каждый год отмывается более 100 миллиардов долларов в США. Также многим уже известно, что китайские крупные инвесторы используют именно Tether, чтобы инвестировать в биткоин. Что касается Китая, инвесторы начнут инвестировать в Tablecoin Tether с помощью внебиржевых сделок с брокерами. Брокеры же будут выводить Tether за границу, обходя контроль страны. И уже в других странах будут менять тезер на биткоин, эфириум и другие топовые проекты. Это, кстати говоря, еще одна классная тема для выпуска. Но давайте все-таки вернемся к списку первой встречи круглого стола Сатоши. Здесь мы снова видим кого-то из Койна Пулт. Айра Миллер. Далее Брок Пирс, о котором мы уже сегодня говорили. Крейг Селлер, сооснователь Мастер Коэна. Забавно, они упомянули, что Крейг является основателем Мастер Коэна. То ли специально, то ли как-то еще скрыли, что он является и сооснователем тезера. И, кстати говоря, Мастер Коэн вам известен как Омни, платформа, которая основана на блокчейне биткоина. И которая создавалась как раз-таки для тезера. Бош Шан, сооснователь Фенбуши Кепитал, у которого на страничке в Твиттере в качестве фона подозрительно используется общая фотография самого первого собрания круглого стола Сатоши. Столько лет уже прошло, он все никак ее не поменяет. Питер Тодд, о нем я уже когда-то рассказывал, один из ведущих разработчиков Биткоин Корр. И, наконец, Роджер Уэр и Эрик Вурхис. Оба связаны с Койной Пулт, Тезер и другими. Хотелось бы мне совместить сетку Бильдерберга с оригинальными пятью-десятью членами первого круглого стола Сатоши, чтобы понять, как они все между собой связаны. Но на это уйдет безумное количество времени. Я даже боюсь предположить, сколько. Возможно, кто-то из вас это и сделает. Я уверен, что вы поймете, что почти каждый проект, компания или медиаресурс так или иначе связаны с этими ребятами из списка первого стола Сатоши. К сожалению, что именно происходит на этих закрытых встречах, остается неизвестным. Но после них всегда находится какой-нибудь участник, который где-то что-то да и говорит. Например, в 2016 году таким участником был глава Coinbase Брайан Армстронг. Вместе с ним также участвовало еще около 70 человек. Тогда обсуждался вопрос масштабируемости биткоина. Но вот что было самым интересным в его рассказе, который я, кстати, настоятельно рекомендую прочесть до самого конца. Самостоятельно. Следующее уменьшение вдвое вознаграждения майнеров произойдет в июле. Предположим, они тратят на майнинг одной монеты в среднем 250 долларов. Это цифра на вскидку. После уменьшения вознаграждения себестоимость одного биткоина для них вырастет до 500 долларов. Если цена биткоина останется в районе 425 долларов, то для многих майнинг станет убыточным. Ребята, практически то же самое должно произойти и в этот халвинг, который будет в мае 2020, что уже совсем скоро. Вопрос лишь в том, смогут ли майнеры остаться рентабельными и прибыльными после этого халвинга. Так же, как и в 2016 году, цена биткоина находилась в состоянии снижения за несколько месяцев до халвинга. Новый халвинг произойдет в мае, и перед этим у них снова будет собрание круглого стола Сатоши. В 2016 году, после второго собрания открытого стола Сатоши, в феврале биткоин начал расти, практически удвоившись в цене за месяц до халвинга в июле 2016. После халвинга цена упала, хотя и осталась немного выше начала. Однако, к началу 2017 года цена пропампилась до старой исторической вершины в 1200 долларов. Неужели именно это и станет темой обсуждения следующего круглого стола Сатоши в феврале 2020? Как пропампить биткоин обратно до 20 тысяч долларов? К сожалению, теперь у них уже нет привычки писать список тех, кого пригласили на события. Последний раз, когда они опубликовали такой список, был как раз таки 2016 год. Тогда показали полный список участников. Но что мне показалось подозрительным, это то, что в 2018 году была приглашена Уэйл Панда. Здесь можно почитать историю от Панды, что там происходило. Удивительно то, что подведение вывода дискуссии о Тезере, Панда поместила в самый низ своего умозаключения. И в то время, когда каждую тему, которую они там обсуждали, Панда подвела под вывод без сомнений, то в случае с Тезером вдруг вспомнила о существовании тех самых правил Чэтмен Хаус, о которых мы говорили в начале. Единственная часть собрания круглого стола о Тезере зацензурена и скрыта за печатями. Если ты говоришь о Тезере, тебе конец. Вот как это называется, да? Но несмотря на то, что они перестали публиковать списки приглашенных, я уверен, что все те, кто уже участвовал в таких собраниях, будут снова приглашены. Даже учитывая то, что сбор всего этого, назовем его Тезер Картеля, в кучу слишком рискованно в наши дни. И Брок, криптомиллиардер, точно там будет. Я это гарантирую. Также появятся и новые лица, которые за это время попали в список криптоэлиты. Как, например, Уильям Шэтнер, который будет точно присутствовать на событии в 2020 году. Брюс Фентон, о котором мы говорили, также будет участником нового закрытого собрания круглого стола Сатоши. Однако, комментируя закрытость события, он сказал, «Это заблуждение, что оно закрыто. Мы просто ограничены в пространстве, там всего лишь пара сотен мест». Он также добавил, что члены сообщества, которые хотят поучаствовать в круглом столе Сатоши, могут просто попытаться получить одно из этих мест. Как же просто! Тогда, Брюс, я тоже хочу поучаствовать. Оставь мне там одно креслице. Вот материал это будет для топового контента. И пища для мозгов, я надеюсь, тоже. На самом деле, без шуток, ребята, я бы не отказался посетить такое мероприятие. Я ведь тоже часть комьюнити. Буду ждать приглашения, чё. Но меня зовут Богатейший Ди. Давайте соберём на этом видео 3000 лайков. Ваши лайки помогают попадать видеороликом в рекомендации, и канал начинает расти. Для меня это очень важно. А вы, со своей стороны, можете именно так приобщиться к тому, что вы знаете, как Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого! И самое интересное, что всем известный Роджер Вера оказывается очень хорошо разбива... Разбивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова